Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто зрители моего канала. С вами я, Юриэль. И мы продолжаем с вами проводить расследование дела Влада Бахова. Ну, собственно, как я и обещал, я расскажу про обстоятельства убийства и смерти Влада. Есть очень серьёзные известия. В прошлом видеоролике, где мной обсуждались найденные улики Влада, многие использователи почему-то заметили во мне холод по отношению к данной ситуации. Ну, не думайте, что я такой бесчувственный. Я в своё время также пережил одну ужасную трагедию, с которой я не могу ужиться или, как ещё говорят, смириться. Весной 2012 года не стало моей любимой девушки Тани, с которой я учился в одном классе. У неё было трёхкамерное сердце. Это такой тяжёлый и, в общем-то, довольно редкий порог. Но Танюшке не стало больше из-за осложнений. То есть она заболела простудой, ей ни в коем случае нельзя было простывать. Ну и, соответственно, организм не справился с нагрузкой. Ну и, собственно, мама вызвала скорую, и девочке стало хуже. Ну и врачи приехали, как у нас в России обычно. Это происходит. Им лишь оставалось констатировать смерть моей любимой девчонки. Вот, собственно, уже больше семи лет я живу с этой горькой утратой. Соответственно, любая трагедия, так или иначе, встречающаяся на моём жизненном пути, собственно, воспринимается мною довольно-таки болезненно. И история с Владом не является исключением. А поскольку по роду своей деятельности я преподаватель ИЗО и мировой художественной культуры, а эта профессия тесно связана с изучением древних религий и культур, то я рассмотрю возможную причину смерти Влада на примере древних иудейских жертвоприношений, которые писаны в Библии, в частности, в Ветхом Завете, Тории, ну и, конечно же, каббалистики. Уж там таких случаев предостаточно. Самое примечательное из них — это принесение в жертву Исаака Авраамом. Ну, на эту тему есть даже такие, в общем-то, знаменитые картины известных художников, таких как Рембрандт Караваджо, а также Евграф Рейтерн. Ну, цель такого действия в данном случае было приумножение потомства Авраама. Таким образом, Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака. Но, правда, здесь я говорю, что Авраам вовремя остановился. Говорят, что его посетил ангел, ну или Господь Бог его уберег от такого страшного, в общем-то, и гнусного греха. И было выбрано наименьший зол, в жертву был в итоге принесен баран. Сейчас я вам зачитаю такие строки из Библии. Это 22 стих Бытия 1.19. Авраам, Авраам, не поднимай руки Твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься Ты Бога, и не пожалел сына Твоего, единственного Твоего для Меня. Ну, вместо Исаака в жертву был принесен баран, а Господь поклялся. «Благословляю, благословлю Тебя, и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое и города врагов своих, и благословлятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался Глаза Моего». Как мы видим, закончилось все мирно и без каких-либо человеческих жертвоприношений. Богу, в принципе, никакие жертвоприношения, ну, по большому счету, не нужны. Правда, во всех остальных случаях жертвоприношения носили такой более зловещий характер и, собственно, совершались с несколькими иными целями, ну, например, чтобы заполучить так называемый «гавах». Ну, для тех, кто не знает, «гавах» — это иудейское слово, которое обозначает некоторый спектр негативных эмоций, которые испытывают жертв во время издевательств над ней. Ну, таким образом, совершающие подобные действия обряды, питались энергией страданий, негативными эмоциями, которые, в общем-то, испытывала жертва. Ну, их, собственно, цель была вполне очевидна — это восполнить свое потерянное здоровье, продлить свою жизнь, а также, конечно же, получить больше денег и власти. Ну, своего рода это так называемый энергетический вампиризм, если перевести это в такой на более современный научный язык. Ну, такой вид жертвоприношения обычно включал в себя несколько этапов. Это моральное издевательство над жертвой, оскорбление, матерные слова, проклятие в ее адрес. Затем забой жертвы до смерти, ну и предание уже, собственно, мертвого тела огню. И у меня для вас есть очень важные новости. Мне на страничку ВКонтакте написал человек, это, собственно, женщина. Естественно, это все анонимно. Я замазал по ее просьбе лицо и личные данные. Она посмотрела мой видеоролик и решила поделиться со мной важными деталями, дав, конечно же, свой номер телефона. Она знает, что происходило 6 апреля 2019 года, так как была знакома с одним из так называемых друзей Влада Бахова. Разговор получился довольно небольшой, все очень кратенько и предельно лаконично. Также я изменил тон голоса женщины в целях ее безопасности, так как можно было заметить, что она очень сильно от чего-то боялась и сильно волновалась. Вот, собственно, дорогие друзья, слушаем внимательно. Алло, так получается, что случилось с Владом Баховым? Можете рассказать поподробнее? Так эта девка его привезла, позвонила ему, сказал, приходи, а потом он пришел, типа, они начали это, а он выпил пиво на кочек. Так, 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 так. Начали издеваться. Стоп, 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 стоп. Они начали издеваться. То есть, они... Сбирался на горку... Так, сбирался на горку, да? Так, так, ага. Сбирался на горку, там это... Там это есть такая... Горка это, как домик. Сбирался он, они... Так, ну это мы все знаем, да, это есть видео, да. А дальше, получается, он присел, вы сказали, да? То есть, он присел, ну вот это вот, где там, в этой пирамидке внутри, на лавочке, ему дали чай, да? Пиво дали. Пиво дали. Подмешали что-то и пиво дали. Значит, дали пиво и подмешали снотворное, да? Поэтому он качался. Подсыпали что-то, я не знаю. Подсыпали, да? Да. То есть, вы знаете, да? Да. Значит, получается... Хорошо. А получается, как, вот убийца, кто, вот по вашему мнению? Ну все они, девушка только подставила. А зачистщик, она потом отца вызвала, он все зачистил. Друзья все грехнули. Все, все друзья. То есть, все, которые вот непосредственно 12, значит, этих... Да, да, да. Отец ее приехал, в труп убрал ее, в труп убрал и кости убрал куда-то. Все за ним рос. Наверное, туда зачистил. И только остатки показывают, да, эти... Ну, кроссовки его это, а курску кто-то... Один свидетель, один свидетель сказал, кто-то подкинул. Как они искали, и курску не заметили. Курску подкинул сам. Виктория, то есть, получается, его сначала напоили вот пивом, подмешали туда наркотики, значит, снотворное вещество, то есть, по сути, наркотик. И он начал качаться, да? И потом его, это, он вот умер, и его сожгли. Они издевались, кстати. А, издеваясь, и потом уже сожгли его тело, да? Ну, конечно, убили. Все, так, отлично. Вот, хорошая зацепка. Спасибо огромное, что вы помогли нам. Информация действительно оказалась полезной и поможет расследованию. Естественно, я это все сделаю анонимно, то есть, вашу фамилию не буду указывать. Все будет хорошо. Так, ну, получается, ну, ладно, всего доброго вам тогда этого. Здоровья вам. Спасибо большое за информацию, очень полезная, действительно была. Пожалуйста. А теперь давайте, дорогие друзья, сверим все то, что я рассказал перед разговором с женщиной. Как мы видим из той злосчастной видеозаписи, все эти изверги и лишь один Влад нетрезвый. Друзья, о чем это говорит? А это говорит о том, что Влада предварительно напоили спиртным, добавив туда наркосодержащий препарат. Ну, это вполне может быть даже антидепрессант, как феназепам, трозодон, что-то типа перозидола, которые можно было приобрести в аптеке, правда, конечно, по рецепту, но тем не менее. А поскольку, в принципе, родители этой банды, в общем-то, были высокопоставленными чиновниками, то, в принципе, сделать они могли вполне и без рецепта. Не мне вам говорить, как это произошло, вы знаете. Ну, потом, конечно же, Жумаев, один из членов банды, отнял у Влада мобильный телефон, так как парнишка хотел позвать свою бабушку на помощь, на что получил ответ, что тебя бабушка в психушку сдаст, как мы слышим тоже из видеоролика. Ну, и затем, конечно, заставили взбираться на эту пирамиду беседку, предварительно выкрикивая нецензурные слова в его адрес. Ну, затем уже за кадром Влад Бахов падает, получает очень такие серьёзные травмы, скорее всего, несовместимые с жизнью. Эти 12 членов преступной банды его избивают до смерти, предварительно, собственно, поджигая его тело, тем самым совершая осквернение над ним. Вот так, дорогие друзья, история древности, в общем-то, повторяется. И не думайте, пожалуйста, что это всё забыто, никакая это не фантастика. Это та самая страшная реальность, которая происходит в 21 веке, дорогие друзья, в наши дни, казалось бы, в цивилизованном мире. Также, с большой долей вероятностью, в этот день молодые люди под предводительством своих высокопоставленных родителей договорились с местными медицинскими центрами и продали туда внутренние органы Влада. А я не понаслышке знаю, что Смоленская область, в частности, Демидовский район, славится своей коррупцией, коррумпированностью местных властей, чиновников, торговлями органов. Поэтому я, собственно, не исключаю и такой вариант, если не сказать, что я, в общем-то, знаю, что так и произошло. Бьюсь об заклад, что они совершили так называемый акт каннибализма, который, собственно, является своего рода вишенкой на торте данного чёрного действия, которое я описал ранее. Затем уже изуродованные останки закопали в земле. Но спустя несколько месяцев, когда уже поднялся вот этот общественный резонанс, а СМИ наделали много шума вокруг этой истории, испугавшись ответственности, эти 12 уродов, а также некоторые из их родителей, занимающие высокие должности в правоохранительных структурах, извлекли останки, очистили от следов и бросили их в болотистую местность, где и нашли их доблестные сотрудники Следственного комитета. Вы, конечно, спросите меня, ну, Юрий, ну, зачем нужно было совершать, собственно, этот, в общем-то, ритуал, ведь, ну, магия в 21 веке. Ну, дорогие друзья, дело в том, что всё это совершается с очевидной целью, власть, так сказать, увлекается чёрной магией, это ни для кого не секрет, это, собственно, их развлечение, как называемые золотой молодёжи. Вы думаете, почему, собственно, их называют рептилоидами? Так это, собственно, на самом деле это так. Они верят в эти чёрные ритуалы, что они принесут им деньги и власть, и поэтому совершают подобные бесчеловечные, ужасные действия. И хочу добавить также, что вот почему заставили, так сказать, Влада сбираться на эту пирамиду? А всё потому, что в древности был такой обряд, что действительно рабов приносили на гору, так сказать, наверх. Это также и у иудеев было распространено, и у индейцев майя, кстати, когда на пирамиду, так сказать, перед тем, как отнести туда на всесожжение вот этих рабов в качестве жертвы, перед ними издевались, так сказать, спаивали и заставляли, в общем-то, оголяться, допустим, там, издевались над половыми органами, вот. Ну и, конечно же, могли также оскорблять и унижать. Всё повторяется, дорогие друзья. То есть, это, собственно, история с Владом действительно, в общем-то, имеет такое зеркальное отражение тех древних и, в общем-то, ужасных обрядов. Ну, таким образом, мы видим, что всё сходится. Влад Бахов был не просто убит по причине банальной такой бытовой ссоры, как некоторые, так сказать, сотрудники полиции пытаются это преподнести. Это убийство было, в общем-то, по предварительному сговору, организованной преступной группой с особой жестокостью, причём заранее запланированное с целью последующего изъятия внутренних органов Владика. И вот, вы знаете, вот у меня такой, в общем-то, вопрос риторический, вот к вам, товарищи полицейские. Вот вы так стряпать дела любите против бабушек, студентов за то, что вас кинули в пластиковый стаканчик, там, не знаю, то, что вас погладили там по спинке, или то, что вот там какой-то школьник лайк поставил там какому-то мему. Вы с лёгкостью стряпаете дела, как будто это, знаете, особо опасные преступники. Но перед вами, вот знаете, вот я раскрыл преступление, да, мы с женщиной знаем, что, собственно, произошло там. Я проанализировал эту ситуацию. Вот тут улик и доказательств хоть отбавляем. Ну, возьмитесь за это дело. Почему преступники до сих пор на свободе? Почему не понесли наказание? Ну, остаётся надеяться, что московское следствие прислушается к адекватным выводам, то есть моим, чтобы все эти 12 преступников, а возможно и больше, будут жёстко наказаны. Ну, а я эти материалы передам в ближайшее время в Следственный комитет и прокуратуру, попытаясь, по крайней мере. Я надеюсь, они займутся этим вопросом. И надеюсь, этому делу будет конец. Спасибо всем неравнодушным. Пишите в комментариях, какие мысли у вас на этот счёт. Следите за событиями. Также, дорогие друзья, не забывайте подписаться на мою группу ВКонтакте «Здоровомыслие». Это мною созданное в 2018 году движение, где мною поднимаются наиболее острые социальные проблемы и ставятся задачи по их решению. Также подпишитесь на группу, посвящённую поисков Влада Бахова. Там очень хороший и дружественный контингент, который будет рад каждому неравнодушному человеку, который бы хотел помочь в поисках парня. Ссылочку, конечно, я оставлю в описании. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видеоролике. До встречи!